Поехали. А кто любит? Никто не любит, а надо. Я Светленко Вадимир Иванович. Я в Терновке, начальник опорного пункта. Я состою в громадском терморевании СОКОВ. В принципе, работа очень простая. Если происходят рейды по торговле, мы выходим как понятые и смотрим за охраной общественного порядка, чтобы ничего не произошло. Это во-первых. Во-вторых, мы у себя по Терновке, у нас, в принципе, по всему району центральному, у нас фактически где-то человек около 60. Если надо, мы выходим, помогаем патрулировать милиции, помогаем участковым, потому что, например, у нас в Терновке участковых не хватает. Ну, след на кому-то отпуск, мы просто их подменяем. То есть на опорном пункте кто-то должен сидеть и принимать граждан. А где у вас опорный пункт, Адрес? У нас опорный пункт по совете в Терновке. Это Тукачевского, Тулачевского, 10. Во вторник с 9 до 11, в четверг с 6 до 9, в субботу с 10 до 12. Это четко кто-то сидит и принимает граждан. Принимают заявки просто как бы? Ну как, кто-то приходит с заявлением. Кто-то приходит, например, он приходит, то есть такое что-то просто решается только через суд. Я, так сказать, по образованию немножко юрист. Я сижу, человек объясняет, что вы даром пришли в милицию, идите в суд. Мы, например, вопрос по меже, мы не можем людям рассмотреть. Ну да, понятно. Причем здесь эта межа к нам. А люди приходят, значит, участковый, у которого вагон работает, по наркомании, по алкоголизму, потому что кто-то где-то жену избил. Он должен разворачиваться, идти, смотреть на эту межу, потому что люди пришли, он обязан пойти туда. Я сел, за 10-15 тысяч человеком поговорил, в крайнем случае Терновка маленькая, за 5 минут туда скажу. Но я как раз уже вопрос решился. И давно существует это формирование соков? Ну я формирование соков состоит 4 года. Три... Четыре года уже существует? Четыре года, три года я был просто дружинником. Вон, приходили опять же корабли. Вместо того, чтобы участковый, ну не участковый, а сотрудники МВД, вместо того, чтобы ходить по городу, там, с преступностью бороться, они должны были тупо 5-6 часов стоять в наряде. А там сказать, смотри, чтобы люди, ну как у нас люди, люди, чтобы через баржу не лезли на корабль. Вы же знаете, наш народ, обязательно кто-то начнет прыгать. Дело очень просто, поставили в цепочку 8 соков, это мы стояли, у нас были бэджики, все, у меня такой бэджик в машине лежит, могу показать. Мы все спокойно все встали, 6 часов отстояли, пришла смена, мы следующую смену не передали и ушли. Наше дело что? Чтобы никто на корабль не шел, чтобы не было пьяных, чтобы было нормально. Это что-то вроде как раньше были бэджики. А сколько у вас человек? Я фактически видел, кто, ну знаете, кто-то работает, кто-то проявляет, фактически я видел одновременно 52 человека. 52? Тогда армия целая. Ну это для района это довольно-то много. Конечно много. Ну это давайте учитывать, что в принципе, я так думаю, к этим 52 человекам на хотя бы процентов 20-30 прибавить, это те, кто работая, заболел, жена была в отпуске, кто не мог прийти. Фактически, как бы, если надо, я знаю, что обзванивают, ну я так вот сразу в сходу видел, когда за полчаса собираются от 5 до 10 человек. То есть их вызванивают, 5-10 человек сразу сходятся. В принципе, я знаю, что мне вот позвонили буквально сегодня в обед, говорят, надо на рейд. Не вопрос. Пожалуйста, будем вам на рейд, так сказать. На 2 часа мы выйдем и посмотрим, чтобы вечером, опять же, или вечером садрюбников в милиции, которые весь день отработали, им надо вечером еще в 9 часов уйти на какой-то рейд по стихильной торговле или еще почем-то. Начим после работы. Ну а мы, в принципе, как бы свободное время можем потратить на то, что... Ну это дружинники раньше были, да? Это как были раньше дружинники. Ну дружинникам раньше давали, как бы, я помню, там отгул что-то давали, там еще я забыл, что им еще давали, но что-то давали. А вот в наше коммерческое время... дают пейджик, вам дают в наше время пейджик. В наше время, в принципе, вам дают удостоверение, что вы дружинник, так сказать. Ну и в принципе все. Ну подарки детям вашим, если когда там... Господи, Новый год разнесут, то вот на Новый год нашим детям дали по одному подарку, но я не считаю, что это... Ну это так просто... Ну это волонтерская такая вот работа. Это просто обыкновенно волонтерская работа, потому что у нас получается ситуация, как я иногда с людьми разговаривал. Очень красиво. Все говорят, милиция то, милиция сё, милиция не так. Рядом, например, валяется пьяный или молодняк. Вот посмотрите, вот мы сейчас здесь сидим, я видел, возле каждой стояла урна. Попереворачивали, побили. Это плохо. Возникает вопрос, давайте товарищи соберемся и вечерком человек пять туда-сюда. Пройдемся, возьмем за шкирку, отведем в милицию, чтобы 340 штраф выписали, чтобы он больше так не делал. О, я лучше телек посмотрю. У меня, извините, понос, золоток, и начинаются отмазки. И возникает вопрос, кто это должен делать? Чайка, Рыжик, Янукович. А кто из нас что-то просто так сделал? Вот я не говорю, что он себе в квартире ремонт сделал, что он себе там сделал, машину там отремонтировал. Что он сделал, вот пускай каждый задумается, что ты сделал для общества? И с этого ничего не получил. Просто сделал. А вот с этим начинается проблема. А что я? А сисед говорит, а что я? А другой говорит, а что я? И в общем итоге никто ничего не хочет делать. И молодняк вот эти лавочки разваливает, а мимо люди идут и ноль внимания. Вечно у меня дурацкая привычка, я, например, обязательно постановлюсь, обязательно сделаю замечание. Для начала могу просить замечание. Под конец у меня есть удостарение, я имею право сбежать чека и припроводить в РОВД. Я потрачу свои 20 минут и припровожу в РОВД, чтобы он там посидел три часа, подумал о смысле жизни в обезьяннике, так сказать, его, конечно, штрафовать не будут, предупредят, отдадут родителям, но он же в следующий раз подумает, что в следующий раз могут забрать и 340 выписать. Не ему, папе с мамой, а уже папа за 340 рублей его хорошо выпарит. А подробно, подробно... Кстати, по поводу выпарит. Я теперь, как только мне говорят, папа выпарит, Володя, ювенальную юстицию, ты помнишь, что-то знаешь? что такое ювенальная юстиция. Откуда ты можешь знать? Никто не знает. Я могу сейчас пойти в свою машину, у нас так получилось, у нас небольшой конфликт произошел, ну, неважно, мы, так сказать, потом этот вопрос обоим. И у меня спросили, а что ты на районе просто так делаешь? У меня читаю, я за политику, брат у меня технические журналы читает, мама, ну, как женщина, там, и жена любит читать, там, ну, что-нибудь такое, как бы, женское. Мы, моя семья, сдают в библиотеку 19 периодических изданий в месяц. Уже более двух лет. У меня лежит в библиотеке благодарственное письмо. Юрий, если так хочешь, покажу тебе. То есть, я сам удивился, когда меня, ну, начали, как бы, типа, а что ты такой, что ты делаешь? За меня библиотека говорит, давай посмотрите, он нам 19, у нас есть то, что не то, мырёвки. Так вот, я читал в библиотеке, понимаете, вроде бы, вещь неплохая. Вроде бы. Но возникает вопрос, вот предположим, многие из нас родители, у многих из нас есть дома компьютер. И вот объясните мне, как ребёнка отобрать от компьютера, когда вот он весь в азарке играет, в течение там минуты, что встал и отошёл, если вы на него не гартните, да не отойдёт он от того компьютера. А это уже на решение прав ребёнка. Конечно, что он пишет заяву на тебя. За это на вас можно написать заявление и ребёнка у вас забрать. То есть, государство вмешивается. Вроде бы благое дело. А получается, благими делами проселен путь в ад. А уж если ты его побил розгами... Да, ну не то слово. А вот, я вот свой пример. У меня девочка, 9 лет. У меня жена, поздравьте меня, 7 месяцев беременности, 3 недели, она сказала, что у меня мальчик будет. Так сказать. у меня с ним будет наследний. Вот сидит, играет в компьютер. Ну, я её в последнее время приучил. Я сказал, у тебя есть 2 минуты выключить, или на неделю ты будешь без компьютера. Но опять же, это насилие над ребёнком. Я на неделю лишаю компьютера. Насилие, насилие. А по-другому я могу полчаса за ней говорить. Там мама за ней ходит. Ну, Саша, ну давай, прекращай, завязывай. А Саша себе играет. Мамочка, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Ещё может быть 2 часа. Эти чуть-чуть. Как по-другому ребёнка заставить? Ну и хана тебе. Ребёнок пишет заяву. Ну, пускай пишет. На ювенальный суд. Я считаю, что должно быть и наказание, и поощрение. И надо искать золотую середину. Но тут они сильные передебилы. Эти дети, они, во-первых, уйдут из семьи. Во-первых, то есть они родители уже ни во что считать не будут. Есть палка, которой можно родителя напугать. Раз. А во-вторых, государство всё равно никогда не даст то, что дадут им родители. Да, я могу наказать, я могу залога дёрнуть, но я же поглажу, я же экипаки пожалею, если что она бежит папе к маме жаловаться. Получается. То есть, в любом случае, мы же, это наша плотник рот, мы всё равно будем за них. Государство им всё равно того не даст. Никогда. Комендантский час, вроде, как твоё отношение к комендантскому часу. Категорически согласен. Именно категорически согласен, потому что у нас в Терновке, на Крой Терновке, год назад поставили детскую площадку. У нас в Терновке, я не хвастаюсь, у нас, ну, как правило, два-три раза в месяц, если у нас есть свободное время, у нас три товарища таких. У нас есть свой экран два на три, мы показываем, ну, летний кинотеатр. У нас свой проектор мы в Терновке купили, нам подарили. Валялся у людей экран два на три, они его выкинуть хотели. Мы его отремонтировали, на нём табличка Таллинн, 1967. И мы вечером показываем бесплатно кино, просто приходите, следите, надо, вы, если имею в виду, снимать, ну, от 30 до, бывает, и по 100 человек собирается, мы показываем кино. Получается. Я вот смотрю, то есть, молодняк, он не контролирует, они не знают, что такое 10-11 на домой. Вы когда-нибудь видели, как на детской площадке в час ночи 12-летние дети гуляют? А я видел, говорю, вы что тут делаете? Ну, так это гулями, говорю, слушайте, в час ночи уже, второй час, вы что здесь делаете? А ну, быстро по дому. Они гуляют. Это нормально? Это очень ненормально. И государство потом очень об этом пожалеет, потому что вылезут люди, которые не понимают дисциплины, которые не понимают слово «надо», а знают только слово «можно». А потом из них выросли плохие рабочие, плохие юристы, плохие экономисты. Это люди будут, которые не знают, что вот «надо», они будут знать «я хочу». И потом они вам никаких налогов не заплатят, работать будут, когда они хотят, а не когда-никогда надо. Вот я знаю слово «надо». Я знаю, что я сегодня пообещал полдевятого на рейде, полдесятого, полдесятого я буду на рейде. Все. Я должен, что такое же экстрадиальное должно включить, чтобы я не появился. Потому что я пообещал, а они живут так, как они считают нужным, они свободные люди. Только отверстие этого свободного человека потом ничего, они их просят. Он свободный человек. А должна быть дисциплина, он должен знать, что он имеет право, но при этом он обязан. А они право свои знают, обязанности извините. А вот это из ювенериальной истиции проистекает. Субтитры создавал DimaTorzok